Я бы хотел сегодня поднять в вступительном слове. Буквально несколько часов назад мне жители Звенигорода прислали сообщение, беспокойные они о том, что на территории парка Юбилейной начались некие геодезические работы. Это парк, против застройки которого жители долго боролись, поэтому мы прекрасно понимаем их тревогу. Любые вот такие проявления от собственника земельного участка нас тоже настораживают, и мы, безусловно, вместе с жителями встаем на защиту этой территории. Александр Александрович, прошу вас коротко, буквально в двух словах прокомментировать, что там за ситуация, как она выглядит, и что это за работа, есть ли, в принципе, угроза на сегодняшний день строительства на этом месте. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Андрей Иванович, уважаемые участники совещания. Да, действительно, мы получили обращение из социальных сетей вместе с фото- и видеоматериалами о том, что на данном участке проводятся работы. Мы связались с руководством компании, собственником этого участка. Как вы помните, в 2011-2012 годах, то есть в прошлые годы, участки были предоставлены в частную собственность. И вот это юридическое лицо пояснило о том, что сейчас по указанию собственников организации проводится подеревная съемка. При этом каких-либо мероприятий там по вырубке не планируется. В администрацию за вырубкой не обращались, более того, каких-либо законных оснований для вырубки в настоящее время и не имеется. То есть мы понимаем, что чтобы получить порубочный билет, необходимо, это муниципальная услуга, необходимо обратиться через портал госуслуг и предоставить соответствующие документы. Сейчас на сегодняшний день нет ни таких обращений в наши адресы, более того, и оснований для того, чтобы эти деревья рубить, их нет. Также, Андрей Ройч, по вашему поручению, поскольку уже многочисленные встречи были с жителями, мы обещали о том, что на этой территории мы никакой застройки не допустим. Вид разрешенного использования сейчас, насколько я помню, там многоквартирная жилая застройка или малоэтажная жилая застройка, и она не предполагает строительство по декларации, как, например, индивидуальное жилищное строительство. Поэтому для того, чтобы какие-то работы произвести, собственник вынужден будет обратиться в Министерство жилищной политики, согласовать с ним проектную документацию, получить разрешительные документы, разрешение на строительство. Также миновать нас не получится. Поэтому ситуацию держим на контроле. Если мы увидим, что кто-то попытается начать строительные работы либо какие-то другие работы, и как-то негативно влиять на эту территорию, соответственно, мы сразу мешаемся и пересечем. Да, спасибо. Прошу держать на личном контроле. Михаил Алексеевич, тогда на наш стройчас вместе с Александром Александровичем прошу пригласить собственника участка. Видимо, это юридическое лицо. Еще раз проговорим, собственно, то, что мы будем сопротивляться против любой застройки, а уж тем более многоквартирными домами. И меня также, как и жители, беспокоит, что если все-таки определенная работа проводится, пусть они пересчитывают деревья, выходят геодезисты, значит, все-таки в планах есть какое-то дальнейшее развитие. Просто так бы никто деньги не тратил. Пусть пока не существенные, небольшие деньги, но тем не менее это уже затраты. Значит, все-таки у акционеров в голове есть некий план развития. Вот хотелось бы еще раз встретиться непосредственно с акционерами компании, может быть, даже не руководящий состав, а именно с акционерами, с собственниками, которые в свое время потратили деньги, оформили этот земельный участок в собственность, и пройтись по этому плану реализации. И мы точно будем высказывать свое категорическое «нет» на любую застройку этого участка земли. Возможно, найдутся какие-то компромиссные решения, мы что-то сможем поменять этот участок на какой-то другой, находящийся в муниципальной собственности, но в другом месте. Любые такие варианты мы готовы рассмотреть, но здесь будем держать четкую жесткую позицию. Поэтому на понедельник прошу поставить их тоже в план на стройчас.